Интересный факт. На небе 88 созвездий. Ровно столько же клавиш у фортепиано. В эфире репетиция с Александром Ткачевым. И сегодня мы поговорим о удивительных импровизаторах, а также музыкантах, способных изменить мир. Они объехали 90 стран мира, чтобы сразу после европейского турне выступить в Крыму. За 20 лет существования ансамбля «Изумруд» музыканты-виртуозы, как настоящие горные самоцветы, стали одной из визитных карточек Урала. Направление, в котором работает «Изумруд», еще не получило названия. Артисты балансируют между Моцартом и Элвисом Бахом и ритмами народа в Сибири. Все их аранжировки рассчитаны на секстет народных инструментов. Если вы хотите, я могу даже чуть-чуть показать вам. Я бы вас очень прослушиваю, что я никогда не сталкивался с игрой на душе. Очень просто. Как гитара. Мы же все играем на гитаре, да? Никогда не играл. Слезы никогда не играли. Очень как бы просто. Такие же аккорды можем играть. И поэтому, когда приходят люди, они всегда говорят, научите нас играть на гитаре. Они же маленькие детки. А как можно взять большой инструмент гитары? Говорят, вы сначала давайте поиграйте на дубочке, а потом мы перейдем на гитару. Поэтому давайте я вам научу самую простую мелодию. Давайте. Любят играть наши первоклассники. В траве сидел кузнечик. Очень просто. Берем нотку ре. Нажимаем сюда. Это ре. Открытая нотка ля. Начинаем. Я буду играть. Да. Как вы будете играть, а я буду подсказывать. В траве сидел. Открываем. Ку. И рядышком дудес. Речи. С. И с нее же. Совсем как агу. И рядышком нотка ре. Речи. Повторяем. Совсем как агу. Речи. Зелененький. Почти. Он. И рядышком. Р. У вас очень красивые инструменты, очень необычные, но они с проводами. Почему на, казалось бы, классической домре висят провода? На самом деле, этот инструмент у нас акустический. Мы можем играть в зале где 200 человек, да? Но для того, чтобы люди приходили на наши концерты, для того, чтобы они звучали, для того, чтобы их было слышно с ударной слоновкой, мы уже много лет играем с микрофоном. Но есть у уральских музыкантов настоящие сокровища, инструменты, выполненные на заказ. Константин, что это у вас в руках? Это балалайка, контрабас, электрический. Здесь только три струны и совершенно нет резонирующего ящика. Как так бывает? Ну, по принципу гитары-бас выполнен, да? Вот звукосниматель, он не акустический, как я сказал, уже электрический. Три струны – это классическая балалайка, имеет три струны всегда. Прима, контрабас, бас. Какая самая низкая нота, которую может извлекать инструмент? Ну, там ми. Вот она так звучит. Как я понимаю, таких инструментов больше в мире не существует, он единственный. Да, это штучный экземпляр. На поток не поставлено производство такого вида инструментов. А можете что-нибудь симпровизировать? Симпровизировать? Уральцы не впервые удивляют слушателей полуострова своим мастерством. В 2014 году театр музыкальной комедии полным составом посетил полуостров. Это тур «Обменный». Артисты нашего музыкального театра сейчас представляют Екатеринбургцам свой репертуар. Когда мы собирались на эти гастроли, мы шутили, в этом году весь Крым будет наш. Потому что это действительно большой тур, он включает три города – Севастополь, Симферополь и Ялту. У нас больше двухсот человек приехало. Гастроли проходят весь тур под патронажем нашего губернатора Свердловской области. Нам помогают две крупные компании. Кроме того, в Симферополе конкретно наши гастроли проходят в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли», которые сейчас по всей стране, вот в год театра, очень активно задействованы. В этом году Свердловский театр музыкальной комедии на крымской сцене поставит восемь спектаклей и две концертные программы самостоятельных коллективов. Кульминация гастрольного тура развернется в Симферополе на следующей неделе. И наша редакция, конечно, не пропустит это событие. Продолжение следует. Сегодня в интермедии прозвучит прелюдия номер один миминор бразильского композитора Эйтера Вилла Лобаса. Эйтера Вилла Лобаса. Эйтера Вилла Лобаса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он импровизирует, как дышит Для него между классикой и джазом один шаг А в угольной стене забоя он читает оркестровые партитуры Пианист-виртуоз Роман Курочкин признанный мастер импровизации По его мнению, экспромт в музыке — это искусство внутри искусства Бах — это не только музыкальная фамилия, но еще и музыкальная аббревиатура Б — это Си бемоль А — это Ля С — это До И Аш — это Си бекар Так вот, мы и решили дать редакционное задание, чтобы Роман Владимирович сыграл импровизацию на тему «Бах» И усложним ее по тональности «Соль минор» Маэстро М-м-м Спасибо М-м-м Такую импровизацию жанрово можно отнести к инвенции Полифонической форме, в которой несколько голосов развивают одну и ту же тему При этом остаются независимыми друг от друга В данном случае темой является Бах Браво Я знаю, что ваши первые музыкальные опусы Симфонии целой в жанре дедекафонии Вы стали писать еще на первом курсе музучилища Да, писал я такое Но где-то увлекался этим года два Так, вообще сутками сидел, искал какие-то новые формы Да, ну, потом как-то оно ушло от меня Есть у меня записи Я когда поступал в Питер Я их показывал, оно понравилось Однако в консерваторию римского Корсакова он так и не поступил Помешало шуточное письмо, отправленное в адрес радио «Голос Америки» С просьбой транслировать больше джаза В советские годы студентов, замеченных в связях с иностранными организациями Высшие учебные заведения не брали Ну, я, так сказать, не стал унывать Сделал неожиданную модуляцию И поехал на Донбасс Работал там в забое года три Это было здорово Я это помню до сих пор Как это было шикарно Пыль стоит, руку не видишь, вот так вот И черная стенка в забое Если говорить о стилях музыки Все-таки была додекафония, есть джаз Что самое для вас любимое? Самое любимое, конечно, барокко Когда где-то в час ночи возвращаешься домой с концерта Немножко подустал И у тебя есть ровно 10 минут Перед тем, как уснуть То хочется улететь в космос Именно на эти 10 минут И тут есть самый быстрый вид транспорта Это импровизация в стиле барокко Ты начинаешь ее играть И ты уже полетел Долетаешь до луны Облетаешь ее Делаешь каденцию И идешь спать Браво, маэстро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому